В японских городах можно будет удаленно заряжать гаджеты. Как внедрение 5G отразится на экологии? Ничейный блокчейный. В Швейцарии построили мини-дом, который можно использовать по системе блокчейн. Об этом и не только в ближайшие минуты. В Японии начнут использовать вышки 5G для удаленной зарядки гаджетов. Как передает Nikkei Asia, местный оператор сотовой связи готовится протестировать технологию беспроводной передачи энергии, которая позволит японцам заряжать наушники, смарт-часы и другие носимые гаджеты, просто проходя мимо зарядной установки. Их планируют разместить на станциях 5G. Дело в том, что электрический заряд будет направляться в высокочастотном диапазоне, который и используется для связи нового поколения. Для подзарядки электронных устройств пользователям нужно будет лишь подойти к станции. Однако мощность заряда будет ограничена. Чтобы избежать негативного воздействия на человеческий организм, передавать по воздуху будут не более 1 мВт энергии на расстоянии 10 метров. Хотя в будущем радиус покрытия планируют увеличить и до 100 метров. Первое тестирование системы в японских городах будет возможно только в 2024 году. К этому времени правительство страны планирует разрешить использование технологии беспроводной передачи энергии на улицах. Пока же в Японии это запрещено даже в помещениях. Оператору связи, который затеял этот проект, будет чем заняться в эти ближайшие два года. Он планирует заменить 200 тысяч своих вышек 4G на станции 5G. Связь нового поколения позволит сократить углеродные выбросы. К таким выводам пришла компания Ericsson, которая опубликовала соответствующий отчет. 5G передает данные быстрее и эффективнее, значит затрачивает на это меньше электроэнергии. А производство электроэнергии, как известно, зачастую связано с выбросами углекислого газа. По подсчетам специалистов Ericsson, к 2030 году в результате массового перехода на связь нового поколения только в Европе объемы углеродных выбросов уменьшатся на 550 мегатонн. Это примерно 15% от всех выбросов углекислого газа в Европе за 2017 год. Специалисты отмечают, что эффект от подключения к связи нового поколения будет таким же, как если бы каждый седьмой автомобилист в Евросоюзе отказался от использования личного транспорта. Дом, который не принадлежит никому. В Швейцарии с помощью системы блокчейн тестируют новую форму собственности. Здесь построили мини-домик для медитации, которым могут пользоваться все, но который никому не принадлежит. Авторы проекта использовали принцип блокчейн и очень наглядно проиллюстрировали его. Суть системы блокчейн в полной децентрализованности и анонимности ее участников. Система живет сама по себе и не нуждается в управлении. Так и здесь. Пользоваться домиком может кто угодно, но фактически он никому не принадлежит. С помощью приложения любой желающий может анонимно арендовать его на время, оплатив криптовалютой. Живого получателя у этой транзакции нет, а средства пойдут на поддержание самого домика. Этот дом владеет своим собственным счетом. Он называется «ничейный», то есть никому не принадлежит. Даже я им не владею, хоть я его создатель. Учитывая, что за домом не значится никакого арендодателя и никто не издает его с целью получения прибыли, то и стоимость аренды, соответственно, значительно ниже. Пока такой эксперимент проводится с небольшим вигвамом, но в перспективе это могут быть и настоящие жилые дома со стоимостью аренды в разы ниже средней по рынку. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24. Будете в курсе всего самого интересного. До свидания.